Серьезно? Вы серьезно? Это безалкогольный, черный, чай, винный. Кто ты будешь? Здесь сушки еще меньше, по-моему, чем в Ку-Ку, да? Где мы были. Это детский раз. А мы с Викой поругались в этом месте. Привет всем голодными сытами. Меня зовут Коля, я живу в Корее. Добро пожаловать на мой канал. Привет, скажите. Привет. И вон там, сзади, Вера. Мы приехали в торговый центр, который находится у нас в городе, для того, чтобы посетить корейско-американский буфет. Называется он Ashley Queens. Находится он на седьмом этаже в торговом центре NC. Мы уже на седьмом этаже. Вот так выглядит вывеска. Мы уже отметились на ресепшене. И нам нужно пройти за стол B29. Вот эти сверху у них таблички с буквами. Нам B. Вот у нас B. И надо найти 29-й номер. B25. И вот наш B29. Смотрите, ребят, здесь тоже катается робот для сбора грязной посуды. Для того, чтобы его позвать, нужно нажать на кнопочку. Он приедет к столу, и вы уже сами складываете посуду. Вот такие большие контейнеры. Давайте сразу скажу вам по ценам. Так, мы пришли в будний день, вечером. И вход за взрослого стоит 25900 бун. Это около 1600 рублей. А за ребенка, за Леру мы отдали 12900. Вернее, отдадим. Оплата будет при выходе. Это около 10 долларов. Около 700 рублей. Ну что, ребят, наш путь в этом буфете начинается, как всегда, с тарелок. Вот, пожалуйста, тарелочки. Берем парочку. И сразу переходим к салат-бару. Что тут у нас? Есть кимчи, жареная или тушеная, покон кимчи. И далее, это грибы, жареные в панировке с каким-то соусом. Хочешь попробовать, Виктор? Следующее, это кимчи джон. Блины из кимчи. Вот так они выглядят. И специально они накрыты крышкой, чтобы не обветривались. Это кочу джан чей пуль коги. Это пуль коги, жареные соусом кочу джан. Лиз салата, соевая паста. Это чапче, стеклянная лапша или крахмальная лапша. Это спайси чоль мён. Ну, это тонкая вермишель, немножко остреньком соусе. Йонгым чому чип. Это корень колокольчику. Далее, комак. Пи бимпап, это жареный рис. Вот еще другие закуски. Ким. Ну, кстати, вот этот уголок создан специально для приготовления пи бимпапа. А это, пожалуй, самое любимое. То, что обожают мои девочки. Они без ума от этого уголка. Здесь у нас представлен суши-бар. Кто ты будешь? Здесь сушки еще меньше, по-моему, чем в Ку-Ку, да? Где мы были. Это детский размер. Ну, это да. Покажи, какие сушки. Такие лосось, креветка сырая, потом там окунь, здесь мясо жареное, креветка в соевом соусе. Что тебе набрать, говори. Все подряд. Здесь, знаете, ребят, все вот так вперемешку. То есть одно блюдо, допустим, китайское блюдо, соседничает с итальянским или с американским. Вот, допустим, это у нас танцуюк. Жареные кусочки свинины в панировочке. Смотрите, они идут с апельсином. Это необычно. Это ты хочешь? Это проросшая фасоль. Рис. Калик. Покымпап. То есть это вместе с чесноком жареный рис. Попробуешь? Чуть-чуть можно. Следующее. Это томата. Керан. Покым. Знаете, такой омлет с томатами. Надо взять на пробу. Это же кусочки свинины в каком-то коричневом соусе обжаренный. Возьмем, попробуем. Чунгук-си покым-мён. Это китайская кухня. Жареная лапша со свининой. Следующее. Это какой-то жареный рис со свининой. На плов, походу. На плов, да, по цвету. Пожалуйста. Это миди, жареные с овощами. Миди, конечно, пропускаем. Прямо за мной находится зона с горячими первыми блюдами. Смотри, что у нас тут. Вот такой суп. Яичный он называется. Конг-крим супы. Кукурузный. Хочешь? Нет. Нет? А что ты хочешь? Крэп чао-до. Это с крабом. Супик. Знаешь, они все как пюре, да? Петоды машины супы. Здесь у нас крем-суп с грибами. Грибной. С этой стороны стоит большой автомат с газировкой. Возьмем вид, да? И сзади меня стоит, кстати, разливное пиво. Но пиво нужно здесь отдельно заказывать. Я не пью, поэтому меня та тема вообще не интересует. Что ты будешь? Маутиндю, смотри, есть. Такой ядовито-зеленый цвет напитка, да? Помимо газированных напитков, в этом заведении также присутствуют соки. Вот, пожалуйста, это сагва-джусы. То есть яблочный сок. Рядом с ним вайн-хун-ча. Это безалкогольный черный чай винный, что ли. Черный винный чай. Нок-ча, зеленый чай. И также есть два вида латте. Латте. Один ментоловый, а другой зеленый чай. А в этом месте вы можете вкусно приготовить, собственно, ручно. Мемель-соба. Это гречневая лапша с холодным бульоном. С холодным. Что, идем дальше набирать? Это у нас уже третья тарелка по счету. Кон-чиди. Кукуруза с сыром. Ким-мари. Чили-чили. Это острый ким-пап. То есть внутри там только стеклянная лапша и все, сверху нори. Кон-чиди-боль ган-чон. Это шарики сырные, сырно-кукурузные. Пробуем. Потейто. Хочешь чипсы? Нет? Идем дальше. Креветочки вместе с чикеном. В таком остреньком красном соусе. Что тут у нас дальше? Здесь у нас идут три вида тук-пуки. Это стандартные. Это карбонара тук-пуки. А это роджи-крим. Тоже тук-пуки. Хлеб. Море продукты. Мидии большие. Здесь тоже жареный рис в красном соусе с брокколи, с мясом и луком. Коконат-оним-ринг. В смысле? Кокосовые кольца? Серьезно? Вы серьезно? Тогда попробуем. Так, что здесь хочешь? Здесь какие-то, видишь, не знаю, в бумаге что-то такое жареное с овощами. Оказывается, здесь можно собственноручно приготовить так вот на свой вкус. Вот основа теста. Ну, это лепешечка. И вот это можно все добавить по своему вкусу вовнутрь. Также и соуса есть. Здесь у нас супы. Я не вижу посуду для супов. Ты видишь? А, вот эти. Берем две чашечки и идем за супами. Там у нас крем-супы были. А здесь у нас уже традиционная кухня. Что здесь? Чук. Это такая, как бы сказать, суп с кашей, с рисом, с овощами. Танхобак чук. Чук из тыквы. Тоже типа как пюре. Набираем понемногу для того, чтобы не объедаться одним супом. А что по выпивке, спросите вы. А я вам отвечу. Бокал пива или фужер красного вина стоит 3000 вон. Это около 2,5 долларов. Также можно дополнительно заказать премиум стейк за 13 долларов. 250 грамм. А вот так выглядят наши первые три тарелочки. Идем далее. Здесь все жареное, остренькое, красное. Здесь у нас полезное питание. Суши и роллы. Мы уже присели за стол. Сейчас будем все это дегустировать. И знаете что? А что туда сел? Нет, там же робот ездит. Ты можешь вот здесь рядом сесть со мной? Видишь, он же проезжает. Как раз ты уже сел. Интересно, если бы, допустим, ты бы туда села, как бы робот отреагировал? Он бы вокруг поехал? А это уже сбоку никто не сидит, потому что здесь робот катается. Когда изначально мы зашли, я хотел похвалить это заведение за то, что здесь тихо играет музыка. Но присев за стол, я понял, что нифига не тихо. Ладно, давайте пробовать. Лера, давай кушать. Сушки. Суши здесь, конечно, вообще... Прям мини-мини размер, да? Это вот как раз для того, чтобы Лера тебе было удобно есть. Ну, сушки, там вкуснее бы не. Там вкуснее? Здесь вообще заветрене какой-то. Да. Там не больше. Которые, у них какие-то такие маленькие. Что-то здесь вообще не стали заморачиваться. Нет, суши здесь не очень. Но поесть можно. А вот супер. Какой? Чтобы запивать в самый раз. Не скажу, что прям насыщенец. Кусто супа. Ну, потому что, знаешь, суши в таких местах, это не основное блюдо. Ну, да, да. Ну, я говорю, это для запивки. Для запитье. И сейчас еще попробуем. Вот это. Яичный, да, это? Ага. Яичный кембаб. Там внутри крафт есть. Кровый палочек. И еще черт. И еще спайс. Но. Эти немного остренькие. Ну, как, не то чтобы остренькие, а вот это. Вкус васами, что-нибудь. Но с лососем все равно вкуснее. А вот эти с мидиями что-нибудь делать? Я попробовал кокосовое кольцо, якобы. Это внутри обычное тесто со вкусом кокоса. Ну, кокос здесь, знаете, он, если и 100%, процентов, наверное, 10-20 ощущается. Но из-за того, что оно жареное и в панировке вкусно. Пробую салат кукуруза с сыром. Попробовал. Попробовал. Раньше у них официанты ходили и тарелочки собирали. Помнишь? Была отдельная зона. Давно были, помнишь, что до пандемии. Будут 2-3 надо. Мы здесь один раз только были за 5 лет нашего пребывания в Корее. И в тот раз мне запомнился очень надолго, потому что мы с Викой поругались в этом месте. В каком плане? Я предложил ей поесть в таком заведении. Да, крутом. Никогда мы не были в таких заведении в Корее. И я предложил ей. Мы зашли и здесь, помимо того, что вы платите за вход, можно еще отдельно заказать стейки. Сейчас один стейк продают, а раньше было их 2-3 вида. И те стейки были дороже, чем сейчас. Был за 25 долларов, по-моему, за 30 с чем-то долларов. Вот мы заказали дополнительно. Один стейк заказали, и сумма у нас тогда вышла на 70 долларов. А это было 3 года назад, 4 года назад. Из-за того, что у нас вышла огромная сумма за один прием пищи, Вика обиделась, не хотела есть. А мне, на самом деле, так как я был здесь впервые, мне стало как-то неудобно. Он мне спросил, там, стейки вы будете? Я думаю, я не знал, что ответить. Либо будем, либо не будем. Я говорю, ну да, да, будем. Вот. Неловко было отразаться. Не то, что неловко. Я не знал, как правильно здесь есть. Так даже я и корейскую особо не знал. Понимаешь? Там неправильное слово, и человек уже понимает совсем по-другому. Но мы оплатили со скандалом, но поели. Свинина в темно-коричневом соусе. Это пульгогий соус. Свинина сладкая. Несмотря на то, что она в соусе, она хрустящая. И здесь положили черный перец, его прям чувствуется. И это мясо в паре с этим рисом, жареным, и чесноком. Самое то. Оказывается, рис с чесноком очень вкусный. Может, дома тоже будем рис с чесноком есть? Так, дайте я попробую лерин грибной суп. Невкусный? Грибы чувствуются, но, знаете, здесь не хватает соли. А так, очень даже ничего, такой, знаете, сливочный вкус. Ресный, да? Не, почему нормально? Просто единственное, я бы хотел еще чуть соли добавить. А так, сливочный приятный вкус. Также в Корее любят кукурузу с сыром. Обычно она запекается в духовке. Вкусно. И, знаете, здесь не только сыр, они, видимо, еще добавляют туда майонез, потому что майонезный вкус ощущается. Это очень вкусно, когда, допустим, только вот в печке. Давайте попробуем вот такие интересные кружочки красного цвета. Что-то они не хрустящие? Бактопроки, что ли? Они приготовлены из теста рисовой клейкой муки и внутри какая-то начинка. Начинка с кукурузой и сыром. И присутствует остринка. А, это, видимо, соус, который снаружи был. Ну, прикольно. Для одного раза попробовать нормально. Но не мой стиль. Ну, а не мой стиль. Не тоже не мой стиль. Просто заплатить такие деньги и поесть вот это. Нет. Сюда приходят, наверное, чтобы поесть мясо, мясо. Пробую суши с креветкой. Она такая маленькая. Все усики. Они здесь добавляют васаби. В принципе, нормальные сушки. Здесь просто, знаешь, здесь, судя по рекламе, больше 200 наименований разных блюд. И поэтому здесь не может быть все идеально. Что-то вкусно, что-то не очень. И раньше, когда мы были здесь 4 года назад, тогда не было суши. Это, видимо, они посмотрели на конкурентов и решили тоже запустить суши. Далее я пробую ролл с лососем. Внутри у нас тамага, майонез и сыр пластины. Также есть здесь немножко зеленки. Это не васаби, лист. Не надо ли какой-то лист. Может салата. Может кини. Слушайте, это обалденно. Знаете, я вот чувствую лосось. Такой сливочный вкус идет от майонеза перемешку с сыром. Саленоватенький. В принципе, прикольное сочетание. Следующий в мою топку отправляется вот такой вот ролл. Здесь у нас красный рис. Вернее, рис обычный. Просто он перемешан с красным соусом. Кусочки ветчины и сыр плавленый. Это уже не похоже на ролл. Просто кимпап корейский. Колбаса, сыр и рис. Ты знаешь, как блины же делают? С колбасой, с сыром. А это кимпап с колбасой, с сыром. Самый вкусный с лососем, да? Это кимпап? Хотя в Корее не особо любят лосось, потому что лосось привозной. А вся остальная свежая рыба. Пожия в Корее, ты поймешь, что вся еда соленая, сладко-острая. Ну и то, как острое. Терпимо. Вот допустим, мы, вроде казалось бы, очень острое блюдо, мы на раз его съедаем. И ни в одном глазу не острое. Кстати, у нас набралась посуда после первого приема пищи. Нажимаем вот эту кнопочку, и к нам приезжает наш друг-уборщик-робот. Нажимаем. Идем за вторым приемом пищи. Погнали. Мне кажется, людей стало больше. Проходим салат-бар. Здесь, кстати, можно заказать лапшу горяченькую. Нажимаете на звоночек, приходит повар, и ему уже заказываете. А тут у нас уголок с пастами. Их здесь четыре вида. Это паста с морепродуктами. Это паста с томатом и чили. Паста с овощами и соусом песта. А здесь у нас карбонара. Карбонара с креветкой вроде бы как. А здесь, ребят, BBQ-зона. То есть здесь все жареное на гриле. А чукуруза такую жареную? Смотри, это уточка в жареные. Овощи. Лук со спаржей вроде бы как. Креветочка, которая уже не осталась. Давай вот этот, кстати, попробуем. Какой-то стейк филе, чиз-стейк. Он лишь такой нарезанный. Небольшими кусочками, да, такой. Рядом у нас свининка жареная с овощами. Возьмем ее немножко. Еда все не заканчивается. Я уже, блин, не знаю. Вот еще мид-стейк. Тоже небольшие кусочки мяса. В каком-то темно-коричневом соусе. Здесь у нас кабачки жареные. Креветочки жареные сверху. Это кокума. Жареный батак. Чикен с сыром. А это что такое? Потейту. Это какая-то картошка. А знаешь, что-то мне показалось. Она изначально какой-то интересной, потому что она бледная. Но не думаю, что такой необычный. Ладно, пойдем уже кушать. А вот здесь можно заказать стейк. На одного человека 40 грамм. И вот так оно выглядит. Мясо 3 кусочка и 2 соуса. 1 соус и 1 соль, по-моему. Для второго приема пищи мы набрали несколько кусочков разных видов пиццы. Вот так оно выглядит. И у Вики здесь в основном мясо. Мясо, мясо и картофель, кукуруза. Приятного аппетита. Сладкое мясо. Вот это что такое? Сладкое? Очень сладкое. Критерное. Не ешь, я сладко. Смотрите. Да и этот чай винный тоже не очень. И вот это мясо сладкое. Это не по стиль? Вкусно, но не мой стиль. Я не могу съесть. Это месть ка-соль уже пошло. Это не мой стиль, то не мой стиль. Реально я не могу такой стиль. Вроде ничего такое, но чересчур притерный. А теперь смотри, как я ем. Нет, это другое мясо. Ммм, прикольное мясо. Сырный вкус. Солановато. И из-за того, что мясо тоненькое, оно хорошо жжется. Ладно, только что Вика попробовала это мясо и выплюнула. Ммм, это знаете, котлетки корейские. Оно не то, что сладкое, оно сладко-корикое какое-то. Горькое не в том смысле, чтобы острое. Ну, в общем, это такой вкус у него горький, какой-то даже... Ну, странный вкус, но в принципе можно есть. Я не знаю, почему ты выплюнула. Ладно, пробуем пиццу. Ну, ничего, пицца. Ну, кстати, она тоже сладкая какая-то. Ты что-то много набрал? Вот не съедим, мне кажется. А у нас нет выбора. Съедим. Здесь, кстати, я не видел объявлений, что если бы ты якобы не доел, оставил еду, то ты должен оплатить штраф. Вроде бы такого нет. И по ограничениям, по времени тоже, да, ограничить? Ограничений по времени тоже нет. Обычно в таких местах везде есть ограничения. Потому что, ну, блин, здесь столько еды, вы можете здесь полдня просидеть, поесть, правильно? Но, странно, здесь нет ограничений. Мы идем с Лерой за фруктами и десертом. Лера, что ты хочешь? Десерт? Пойдем там десерт сначала, посмотрим, Лера. Вот, смотри, здесь можно вафли приготовить. Только тесно нету почему-то. Это у нас панду шоколадный. Вернее, шоколад с зеленым чаем перемешан. Поэтому он такого цвета. Тут печеньки, маршмеллоу, орео, разные сиропы. Да? Идем дальше. Здесь холодильник с тортиками. Сверху у нас шоколад, печенье, джели. И также кусочки замороженного манго. Что, Лера, будешь? Тут у нас салатики яблочные. Яблочно-майонезный апельсин, вананасовый салат майонезный. Маракуйя. Мандарины, маракуйя, яблоки, томаты. Тут манго, перемешку с чем-то. Кстати, еще здесь есть. Здесь можно сделать йогурт с хлопьями, с фруктами, с сухофруктами, с сухарями, а также с вареньем. Что ты хочешь? Это? Это же маслины. Да, это маслины. Кого же такое нравится? Наверное. А вот здесь рядом с напитками расположился морозильник с двумя видами мороженого. Здесь какой-то зеленый-коричневый справа, а с левой стороны ванильный. Оказывается, ребята, я сейчас обнаружил, что тесто для вафлей находится вот в этих двух больших квадратных бутылках. Набираете сюда, а потом выливаете уже в вафельницу. Также здесь таймер установлен. Полтора минуты готовится вафлей. Может туда вниз макнуть. А вот и десертик подъехал. У Леры мороженое. У меня йогурт с фруктами и клубничным вареньем. Тирамисо, маракуйя. Это у Леры маршмеллоу фондю. Это печенье из зеленого чая, а это просто пирожные бисквитные и мороженое ванильные. Приятного аппетита! Мы уже рассчитались за счет. Вышло у нас 64700 вон. Это примерно 55 долларов. Кстати, если вы припарковались в этом торговом центре внизу, в подвале, то здесь стоит компьютер прямо напротив ресепшена, где вы вводите четырехзначный номер машины и вам три часа бесплатные обеспечены. Мы уже приехали домой и, пожалуй, скажу пару слов про заведение, в котором мы сегодня с вами побывали. Этот буфет очень большой, просторный. В нем очень много блюд. Напоминаю, там больше 200 видов. Хоть мне что-то понравилось, что-то не понравилось, но я думаю, любой, кто туда придет, найдет себе блюдо по душе. Так что, если когда-нибудь будете в Корее, то обязательно посетите это заведение, этот буфет под названием Эшли. Не обязательно приезжать в наш город, потому что таких заведений в столичном регионе очень много. В Сеуле их только несколько штук насчитывается. Это целая сеть, кстати. Так что, вбивайте в навигаторе или в карте название Эшли на корейском, на английском, и вам выйдет ближайший. Ну и на этом, пожалуй, я буду заканчивать сегодняшнее видео. Спасибо, что посмотрели его до конца. Ставьте большие пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал, те, кто не подписан. Также подписываемся на канал Вики, на наши Инстаграмы. И увидимся с вами в следующем видео. Всем пока-пока! Да, да, да. Ты, я тебе говорю. Почему ты до сих пор еще не подписан? А? Смотришь мои ролики без подписки? Так нельзя делать. Подпишись.